Руки прочь от людей в белых халатах. Минздрав и Минюз никак не могут разобраться, стоит ли наказывать врачей за допинговые нарушения спортсменов. Медики, разумеется, против уголовной ответственности, а вот правоохранители предполагают сажать любителей таблеток и незаконных процедур. Допингерам и их подельникам, судя по закону проекту, грозит до трех лет. К тому же миллион штрафов казну заплатят. Кстати, сейчас за подобные нарушения в России существует только административная статья, за которую наказывают тоже сроком до трех лет. Но речь тут о спортивной дисквалификации, не о решетке. Так почему же Минздрав против? Оказывается, Минюст прописал в законопроекте, что к ответственности могут привлечь и айболитов, которые пичкают спортсменов запрещенными веществами. Разумеется, в ведомстве решили оспорить законопроект и, что называется, подстраховаться. В некоторых случаях вина из кулапов, считает Минздрав, притянута за уши. Представьте ситуацию. Атлет перед стартом заболевает, получает травму. Врач решает помочь несчастному. Проводит, например, переливание крови, как то необходимо. Но ВАДА такую процедуру приравнивает к допингу и решительно запрещает. По старому законодательству Пилюлькина, если и поймают, то просто дисквалифицируют. Ну а если инициативу Минюста примут законодатели, врач получит реальный срок. Это же касается и мочегонных средств и десятков других, казалось бы, безобидных веществ. Список ВАДА просто поистине не ограничен. Ну а правоохранители возражают безусловно. Мол, употребление допинга и так запрещено сейчас, а не знание закона, как известно, не освобождает от ответственности. К тому же, если в ходе уголовного дела не будет доказано, что врач лечил спортсмена без цели улучшить его результат, то его никто не накажет. И, наконец, уголовка будет светить с нарушителем только в случае крайней, крайней необходимости. Позиции Минюста и Минздрава понять несложно. Законники борются против допинговой болезни, которая пустила метастазы во многие виды российского спорта. Медики борются и боятся новых дел врачей. Таких в нашей истории действительно хватало. Из последних можно вспомнить процесс в отношении терапевта Алевтины Хориня, которая выписывала обезболивающие онкобольным без соблюдения всех формальностей. Тогда врачи, к слову, оправдали. Слава Богу.